Привет! А в этом видео мы с бабушкой Специи расскажем и покажем, как приготовить холодник из свеклы. Холодник из свеклы – это минимум продуктов и море пользы. Добавьте сюда простоту в готовке и удовольствие, ведь это уникальный вариант освежающего блюда в летнюю жару. Можно подавать с хлебом, с мясом или рыбой в любое время дня. Ингредиенты рассчитаны на три порции. Свекла – 200 грамм, вода – 0,5 литра, редька белая – 50 грамм, огурцы – 70 грамм, куриные яйца – 3 штуки, зелень – 50 грамм, лимонный сок – 0,5 чайной ложки, сметана – 50 грамм. Основной этап приготовления. Промоем свеклу и отправим ее вариться. Время варки зависит от размера плодов. В случае небольшой свеклы уйдет где-то 30 минут. Параллельно в кастрюльке отварим яйца. Свеклу и яйца остудим, залив холодной водой и поставим на плиту воду. Нам нужен кипяток. Пока же свеклу очистим от кожуры и настрогаем любимым форматом. Чистим редьку, очистим ее и нарежем кубиком. В таком же формате нарежем и очищенные яйца или разрежем их на четвертинки. Это на ваш вкус. Зелень нарубим мелко. Зальем кипятком настроганное свекло. Чтобы цвет отвара сохранился, капнем сюда сок лимона. И только сейчас можно огурец настрогать, ведь нарежем мы его раньше. Он бы форму потерял. Соломкой нарезаем, кубиком или на крупной терочке настрогаем. Как только свекла с водой остынет, добавим сюда нарезку. Так, чтобы вас устраивала густота. И только сейчас посолим по вкусу. Чтобы холодник получился сытнее, добавим в него сметану. Холодник уже можно есть. Но если вы хотите, чтобы он был еще прохладней, отправьте его в холодильник. И еще некоторые советы. Воду можно не кипятить, а залить продукты прохладной минералкой. Делайте нарезку из уже остывших продуктов. Холодник должен быть прохладным, поэтому его остужают в холодильнике. В холодник можно класть картошку и другие овощи, также мясо и прочее. Такой суп станет еще сытнее. Свеклу можно натереть в свежем виде и потом, залив кипятком, прокипятить несколько минут. Так получится быстрее и полезнее. В воду можно добавить кефир или вообще залить только кефиром. Тогда получится холодник из свеклы на кефире. Что-то типа окрошки. Прежде чем резать огурцы, проверьте их, не горчат ли. В крайнем случае, уберите кожуром. Вот и вкуснейший и полезный холодник из свеклы у нас готов. Попробуйте и вы приготовить вкуснейший холодник из свеклы по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!